Для того, чтобы не произошло лавинообразное увеличение количества ЭНК, необходимо, чтобы гометы имели в два раза меньше хромосом, чем в клетке родительского тела. Поэтому при создании гомет у животных включается особое деление. Называется МИОС. Или иначе – РЕДУКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ. 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 Если предположить, что половые клетки га-плоидны, а в большинстве случаев действительно так, есть исключения. Но про исключения мы пока не говорим. В большинстве случаев половые клетки га-плоидны. Это значит, зиготы какой-то клетки га-плоидны? При делении зиготы началось построение тела эмбриоичек. Зиготы делятся, формируются сначала в проскомок клеток, потом в нем намечаются полости внутренними органами, будущая голова, будущий хвост, будущие ручки-ножки и так далее. Зиготы. Все ваше тело – это потомок, вашей первой клетки зиготы, которая возникла за 9 месяцев до вашего рождения на свет. Хорошо. И у человека быстрый быстрый вес. Отвечите мне на вопрос. Любая клетка вашего тела какую плотность имеет? Дипоидна. Конечно, дипоидна. Дело в том, что зиготы и ее потомки делятся каким образом? Какой сценарий деления у зиготы? Они все над полом. Метолж. Метолж. Вы совершенно правы. Зиготы делятся метолжами, и все ее потомки делятся метолжами. Ну-ка, определение методов, вспоминайте. Какие у нас будут клетки-потомки определения методов? Одентичные. Они идентичны друг другу, а еще кому? Предшественные. А еще предшественные. Ну, не совсем античные. Чего-чего-чего-чего-чего? Ну, с точки зрения ДНК не совсем античные, естественно. Почему? Ну, и есть... Подождите, подождите. Так, ребят, давайте пока мы с вами случайные ошибки рассматривать не будем. Давайте мы сначала с вами разберем ход процесса, как он должен идти, а потом будем смотреть, как может повлиять на этот процесс случай или наше. Интересно? Это не достаточно идеальный случай. Да, конечно, конечно. Ну, как физика. Очень многие модели строятся первоначально для идеального случая. Про идеальный газ. Слушали что? Такого вещества на свете нет. А модели, связанные с расчетом свойств идеального газа в физике, имеют очень большое значение. Абсолютно черное тело. Нету абсолютно черных тел. Половые хлебки родителей габлоидны, зиболты типлоидны. В результате все ваши тела какие? Ваши тела возникли? От зиболтов. Да, при метозе зиболты, ее потомков. Значит, все крылья тела вашего тела диплоидны. Каждый ген записан сколько раз? Два раза. Один раз в чьем варианте. Это чей вариант записи гена? Мамину. Мамину, допустим, а второй? Папину. Папину. Эта гена отвечает через один год в прижно. Знаете, так, форму носа. Можешь подумать, горбонос? Да. Зарбоноса. Аманокурнос? Зарбоноса. В этом случае ген форма носа. Есть у папы и у мамы, но то, что в этом гене записано, будет спадать или отличаться? Так вот. Вот такие альтернативные состояния гена называются алей. Алей. Да, альтернативные состояния гена, это альтернативные. А большое, а малое. Да, да, да. Алей – это вариант гена, пришедший от одного из родителей. Берем тележную клетку у вас. Вот, допустим, у нас уже данная кровь, в этом анализе лимфоцитика единичная. Вынимаем, если каждый ген будет по одному детскому состоянию или пара разных состояний для каждого гена. Да, конечно. Два разных родительских альтернативных. Славно. Хорошо. А теперь, у нас с вами жутко много хромосомов. Диплоидный набор 46 штук. Даже если мы хорошо покрасили ядро пределения, вот хромосомы все спереризовались. Идет прохаза, они становятся заметными, они так уплотнились, как палочки. Так, пожалуйста, за ними наблюдать легко или нет? Да. Представьте себе, 46 мелких объектов, которые постоянно перемещаются в очень маленьком, замкнутом пространстве. С ума сойдешь. Поэтому, ученые страшно любят такую пакостную тварь, как малюсенькую плодовую мушку. Такие мушки, вот если вы сейчас дома, допустим... Поели першики, поели там сливы, яблоки, неважно что. Не доели, оставили половинку, и на пару дней они где-то там столом валяются. Ну, я думаю, что у вас дома такого нет. Ну, допустим, появились какие-то огрыжки от фруктов у вас дома. Через пару дней. Что вы себя дома заметите? Тараканы. Маленькие мушки, длиной по 2-2,5, редко 3 мм. Совсем малюсенькие. Которые, вроде бы, никому не мешают. Питаются они как раз разлагающимися плодами. Умножаются с дикой скоростью. И, о чудо! У них в галклоидном наборе 4 хромосомы. Всего 4. А у нас 23. Так? То есть нет. Количество генов у них у нас примерно одинаковое. Так что вот, прикиньте себе, такого размера каждая хромосома. Ну, 23. Здесь вместо 23 всего 4. 23. А огромное. 6 тысяч на каждую. А это значит? А это значит, наблюдая за ядром клетки дрожжевого, если у покраски хромосомы, и ядром клетки человека. В каком случае проще отследить действия каждой хромосомы? Кромосомы. Вам даже сравнить нельзя. Вам много вопросов. Хромосомы огромные и очень мало. Поэтому, будем с Вами возили с моделью День Человека, а дрожжевого. У нас и у них идёт всё совершенно одинаково. Здесь даже никаких поправок носить не надо. Итак. Берём телесную клетку дрожжевого. Есть клетка телесная. Она и зевод произошла. Да. А зевод, в свою очередь, произошла прятолутворение. Сперматозоиды. Папа дрожжевого. Сколько было хромосомов? Четыре. Один М? Четыре штуки. В яйцекретке мама дрожжевого. Сколько было хромосомов? Четыре. В результате в зеботе четыре. Ура. Четыре. Четыре. Восемь. Четыре. И вот теперь, чтобы не пугаться. Давайте папина хромосома. Я буду её представить одним цветом. А мамина другим. Если вот эта большая разновлечивая хромосома. И я знаю, что у папы здесь записана допустим форма носа. Ген номер один. Ген номер один. Вот в этой точке. Почему же на нос? Ухо. А разве дрожжевого века? В верхнего века. Есть. Ребята, я специально всегда привожу такие примеры, чтобы вы не привязывались к реальности. Вас, к сожалению, в школе постоянно пичкают реальными примерами. Чем это, с моей точки зрения, не очень хорошо? Чем? Тем, что вы можете как стишочек вызуприть историю, касающуюся этого примера, не понимая механизма. А когда я говорю про планету Тириэм-пам-пам, про какое-нибудь свойство этих людей, которые я назову, там я не знаю, симпатичностью, и буду разбираться с тем, как перестаются вот эти системы. Так? Вот здесь же ничего вызуприть навезуть нельзя. Здесь надо просто разобраться и понять. Я стараюсь вам помочь перейти от вызупривания к пониманию. Допустим, вот это курносо, вот это горбоносо дрожоно. А мама у нее была такая курносенкая блондиночка с дрожонкой, коротенькой юбочкой, с макияжем. Ну, такая нормальная мама дрожоно. Да? Но макияж где-нибудь записанная? Нет. Юбочка записанная или нет? Нет. А курносо? Да. А курносо? Или блондинка. Ну, если она не крашена блондинка. Да. Ну, хорошо. Допустим, мама – природная блондинка дрожонка. Мы знаем, что у папы ген номер один – это ген формы носа. Локус номер два – это цвет волос. А локус номер три – это ген, определяющий развитие язвы желудка. На самом деле, больше. На самом деле, их 28 тысяч. Ну, да, больше. Ну, если я вам здесь нарисовал тысячу значку… Да? Просто не понял. Да вы не поняли, а мы уже на двадцатом значке перестали смотреть на двое. Потому что стало совершенно ничего не понятно, и уже больше. Хорошо. Хорошо. Остальное. Ну, если есть такая хромосома от папы, от мамы такая же хромосома должна быть? Да. Она также устроена. Это тоже большая, равна третья хромосома. Вот в этой точке, вот в этой точке, какая информация записана у мамы? Хромосом. Хромосом. Она, может, не обязательно такая же, как папа, но это информация про хромосом. Вот в этой точке какая информация у мамы? Хромосом. Светла. Да. А в этой точке – состояние желудка. Не обязательно язвы? Не обязательно язвы, а, допустим, желудок переваривающей гвозди. Чего? Желудок переваривающей гвозди. Старную арматуру, выжигенные подковы и так далее. Надо описание состояния желудка. Понятно? Вот такая пара хромосомов, содержащая записи в сходной смене. А, вот что, какую-то стоит сделать. Небольшая остатка, сутая, без этого мы просто с вами провалимся. Вы привыкли работать с таким понятием, как признак. И считаете, что это все так понятно, что дальше говорить нечего. Вот сейчас я на таске выпишу несколько слов. Ваша задача будет посчитать, сколько признаков я выписываю. Итак, я начинаю выпишу слова. Прямокольный. Желтый. Давайте. Возьмем. Три. Возьмем. Тихо. Тихо. Коля, какие три признака? Цвет, форма и масса. Разумеется. Цвет. Какие варианты имеют? Красный, синий, оранжевый. Вот первый вариант признака цвета. Вот второй вариант признака цвета. Вот третий вариант признака цвета. Вот четвертый вариант. Все эти четыре значения – это разные значения одного признака, который называется цвет. Идея понятна? Второй признак как назовем? Оба Сколько разных значений здесь может принимать признак оба? Круглый квадратный прямоугольный Круглый квадратный прямоугольный Три разных значения А сколько значений в данном примере может принимать признак масса тяжелого? И вот теперь Вот такая вещь отличения признака от варианта признака в генетике абсолютно неогласна Скажи, пожалуйста, аллея Это признак или вариант? Вариант признака Это вариант признака, полученный от одного из родителей А когда говорят слово ген Это признак или вариант? Ген формы носа Вариант признак Это признак, ген же в любом случае Конечно, признак Вариант это конкретная реализация Может для формы носа быть различной Вот каждый конкретный нос Как мы назовем? У вашего носа корма есть? Есть У вашего носа корма есть? И моего носа корма есть Все три носа у нас абсолютно одинаковые? Вот так у нас есть? Нет, но носы есть Проразные Отлично Нет, никакого проразовства Как это назвать? Русские Орган один называется нос Но он имеет не строго однотипную форму А какую? Разменьшую Вариант Возможно, разные варианты построения этого признака Попустим, здесь из присутствующих Никто не крашен Никто не красит волосы Допускаю в этом Отлично Смотреть друг на друга Есть ли два человека со строго одинаковым оттенком волос? Нет Да нету Даже среди одновременного признецов Таких людей найти невозможно Вопрос Цвет волос Это признак или вариант признака? Двое Конкретный цвет волос Это вариант А сам ген как называется? Вот бывает ли ген блондинки? Да Ген блондинки – это волки А если говорить про цвет волос Это совершенно другое Как грамотнее сказать? Альвиль блондинки или ген блондинки? Ген Если говорить про цвет волос То конечно альвиль Хорошо, альтернативная Альвиль с ней блондинки Вот смотрите Разная альвиля Гена цвет Первый альвиль – красный цвет Второй альвиль какой? Синий цвет Третий альвиль Желтый цвет Альвиль и оранжевый Хорошо Разные варианты одного Альтернатива для альвиля Блондинка Нажойте С цветами все понятно Если не красный Может быть синий Или желтый Ага, с блондинками Если не блондинка Или не блондинка То Шопен Или шопенка Рыжий Или рыжая Брюнет Или брюнет Значит Лысый Лысый А лысый Лысый Это не цвет волос А состояние волосяного покрова У лысого присутствует Или отсутствует Сама реализация гена окраска волоса Ну ничего нельзя сказать про цвет отсутствующих волоса Нет у них цвета У них просто нет реализации этой программы Хорошо Вот мы с вами немножечко поговорили Про две важнейшие вещи О том, что такое ген И что такое альбер Так Теперь Зачем теперь это были хромосомы Это папина и мамина Мамина голубенькая Папина Вот она желтая Вопрос В этих хромосомах Записаны одинаковые гены Или одинаковая альберия Одинаковые гены Одинаковые гены Одинаковые гены Гены не совершенно скобны А вот альберия обязательно скобны Нет Совершенно не окобны И скорее всего общая Да Скорее всего там будет развитие Следующая пара Следующая пара Общая Сейчас Подождите У папы она имеет вот такую форму Хромосомы очевидно не разные плечи Одно плечо больше другого Догадаетесь Да Ну и здесь записана своя С тем признаков Там гены группы крови допустим Гены определяющими развития пациента IQ На самом деле Показано что это Синдивная Фиксированная Признаки И так далее Действуя система гены Как тот момент Системы выглядеть Да Так же Так же Совершенно так же Это тоже не равна Хромосомы Что об этом делали на плечи Если у папы В эту кассету набраны Такие признаки То у мамы Ровно те же самые признаки Тоже те же самые гены То есть форма пакета будет Так же Другое дело Обязательно ли Коэффициент Айкил у папы И у мамы Будет генетически спадающим Нет Нет Да почему там всякие Интересные Киллесы Можно залезть И это узнать Да уж Да уж Хорошая И так Рассмотрели Третья Хромосома Маленькая Она Маленького Папа Вот она Вот она Ну и там в ней свои Соответственно где она У мамы Она какая-то Ну тоже она соответственно Валька А вот четвертая пара У папы и мамы Будет отличаться И что Совершенно Четвертая пара Давайте В другом цвету нарисовать По них у нас с вами Отдельная песня будет У мамы это нормальная Большая Хромосома Такая Уважающая себя Да А у папы Это такой Замор Непонятный Только Может быть А есть Обязательно Более того У нас С вами абсолютно Такая Скажи Пожалуйста Моз у папы есть? Да Ухо у папы есть? Да Ну Нос У мамы есть? Как правило Есть Ухо у мамы есть? Как правило Левая коленка у папы есть? Как правило Есть У мамы Ну Возможно Печень у папы есть? Да Как правило У мамы Может быть Да Половой член у папы есть? Как правило У мамы А у мамы проблемы То есть все эти признаки попально соотносятся к обрештям пред двоих полу или не все? Не все. Не все. Возникает такая задача. Все тело мы ведем по схогам программы. Но необходимо внести еще вот такую базу, опираясь на которую можно было бы устроить два разных телесных вариантов. Представите двух разных полу. У нас с вами, у людей и у Дорозовцев одинаковый принцип определения пола. Так называемая хромосомная детерминация. То есть пол будущего детеныша зависит от того, в какой комбинации животных пришли половой хромосомы. И вот эти, и вот эти. А именно вот эта пара, которая может быть различной. Что бывает не так? А бывает часто очень не так. Допустим, крокодилы и черепаши. От чего у них зависит, кто выведется из яйца? Зависует самочка? От тепла. От тепла. Вот дело в том, что вот гнездо, яйца, закупка на песок. Скажите, пожалуйста, вся кладка, она включает много десятков, иногда даже сотни, больше. Одинаково прогресса или нет? Не одинаково. Не одинаково. Так вот, из тех есть, развитие энергии, у которых идет приболево сотки градусов. Вот тела будут строиться одинаково, но дошло дело до устроения половых живостей. Если температура более высокая, строится самец. Чуть более низкая – яичники. А это значит кто? Самки. Самки. То есть, вот это будет детерминация внешними условиями. Очень часто будет детерминация пола, вину, световую. Если зимой развивается весной, а весной какой? Какая дина дня? Большая. Сравните, дину дня, дину ночь. У нас в Подмосковье. В мае. В мае больше. День больше. День намного длиннее. А в августе? День тоже длиннее. День, длиннее, но он длиннее, что он сокращается. Сокращается. Он сокращается. И в зависимости от того, когда развивается яйцо весной, летом, живой, сняг, у, допустим, очень многих плантомных организмов, маленьких рачков, датни и так далее, из яиц будут развиваться, то одни сплошные санки, только сомнение в каких санкциях. Из меня с 12-го дня, глядишь, из некоторых лиц пошли развиваться санки, другие санкции. Никакого отношения к строению хромосомы, это не имеет. Просто зависит от продолжительности от освещенности. Но у нас с вами, так же как у дрожжей, полк заходирован именно вот так. Через различия строения пола хромосомы.